Агентство СМЕДИА при поддержке Национальной медицинской палаты провело социологическое исследование и попыталось выяснить, как россияне относятся к диспансеризации. Опросили более 5000 человек из 7 федеральных округов России. Опрос выявил, что доверие к качеству диспансеризации у пациентов растет. Из тех, кто проходил диспансеризацию в последний год-два, практически половина, 46%, намерены и дальше проходить ее на регулярной основе. Минздрав впервые за 25 лет начал возрождать всеобщую диспансеризацию. В сложных условиях катастрофического дефицита кадров, особенно в первичном звене, пробило в законодательстве отсутствие ответственности руководителей частных и государственных организаций за создание условий для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и ответственности гражданина за свое здоровье. Несмотря на это, диспансеризация проводится и проводится эффективно. Выявлено большое число заболеваний, которые не были диагностированы ранее. Современные методики позволяют на ранних стадиях выявить и вылечить те заболевания, которые впоследствии могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Каждого второго из тех, кто прошел диспансеризацию, направили на более основательное обследование. В прошлом году только сердечно-сосудистые заболевания выявили у полутора миллионов человек, а злокачественное образование у 30 тысяч. Возможно, этим людям диспансеризация попросту спасла жизнь. Эксперты работают над тем, чтобы сделать диспансеризацию проще, удобнее и популярнее. Среди ключевых задач сократить время прохождения до одного дня, снизить уровень формальности в отношении врачей к пациентам. Уже удалось значительно сократить количество документаций, которые заполняли медики при осмотре, и исключить дублирующиеся или уже пройденные медицинские процедуры. Предлагают эксперты внести и поправки в трудовой кодекс, чтобы обязать работодателя направлять своих работников на прохождение диспансеризации. Несмотря на приведенные высшие недостатки и организационные накладки, особенно в первый год диспансеризации, положительный опыт свидетельствует о необходимости поддержки инициативы Минздрава РФ по внедрению в Россию постоянной диспансеризации как детского, так и взрослого населения. Субтитры создавал DimaTorzok